Здравствуйте, хотела бы оставить свой отзыв о чистке биополя у Веры и Влада. Мы проводили чистку биополя мне, моему ребёнку, а также квартиру тоже чистили. Хочу сказать большое спасибо Вере и Владу за их работу. Они делают просто чудо, я его иначе не могу назвать. У нас уже скоро будет неделя с чистки. Хочу сказать, как я себя чувствовала до момента чистки. Мне всё время было тяжело дышать, казалось, что не хватает воздуха. Хочется всё время вдохнуть в себя всё больше и больше воздуха. И всё время такое чувство, как будто ты отравлен чем-то, что твой организм просто тебя не воспринимает как своё, а он с тобой воюет. И после чистки я просто ощутила моментально какое-то спокойствие, умиротворение, радость. Мне перестала кружиться голова. Мне ушло вот это чувство, что ты как вот отравившись. То есть я себя чувствую прекрасно. И прекрасно понимаю, что это не панацея чистка, что впереди ещё большая работа над собой, над своей духовностью. И если у меня только не было 4% души, и я себя чувствовала очень плохо, и мне казалось, что я себя не слышу. Я вроде духовный человек, и медицирую, и делаю всё возможное, чтобы развивать в себе эту духовность, но я себя просто не слышу. А теперь постепенно начинается такое состояние, приходишь, что ты начинаешь себя чувствовать, слышать. Но это у меня не было 4%. А если взять моего ребёнка, которому проводили чистку, у него не было 32%. То есть если я при недостаче 4% чувствовала себя ужасно, я просто реально не могу представить до конца, как чувствовал себя мой ребёнок. Я за чистку моего ребёнка очень вам благодарна, Герой Влад. Дай вам Всевышний всего-всего. И здоровья, и всего, о чём вы мечтаете. Всех благого. И, конечно, ребёночку тяжелее после этой чистки. Видно, что в нём как-то боролось всё плохое и хорошее, и выходили, грубо говоря, эти все демоны. Потому что первые два дня он был очень капризный. Вроде у него всё хорошо, он идёт, обнимается. Тут же у него всё плохо, он становится агрессивный. Но меня об этом предупреждали. И поэтому я отнеслась к этому спокойно. И не велась, как говорится, на эти провокации, а просто ребёночка поддерживала. И о чём хочу и предупредить других родителей, кто будет проводить эту чистку, чтобы не боялись бы этого и не думали, что это хуже или ничего не происходит. То есть в нашем случае два дня были очень тяжёлые. А потом постепенно, медицируя, работая с ребёнком, поддерживая его, всё начинает налаживаться. То есть, как говорится, не нужно воспринимать, что сделали чистку, и значит, всё теперь хорошо. Родители больше ничего не должны в моём случае делать для ребёнка. То есть Влад и Вера сделали свою работу, а теперь мы наслаждаемся, и всё в жизни поменялось. То есть не нужно к этому относиться так. Нужно быть родителями серьёзными, серьёзно подходить к ребёнку и продолжать самим духовно развиваться и детей к этому учить, и не убирать свою ответственность в этом всём. То есть это не панацея. Но это очень-очень большая возможность, которую могут использовать родители. Я желаю каждому прийти на эту чистку биополе, достичь, прийти к этому пути, достичь этого и встретиться с Верой Владом, скажем так. Потому что это, наверное, самая счастливая на данный момент, будучи матери, встреча с вами, потому что она перевернула многое, и я уже вижу изменения в ребёнке, как он становится спокойным. Он стал, я уже вижу, он на мир по-другому смотрит. Если он до этого мир воспринимал окружающих как врага, что нужно сидеть дома, бояться чужих людей, бояться окружения, бояться выходить на улицу, что ему это всё составляло стресс, и он, наоборот, от всего этого хотел спрятаться, то я теперь просто вижу в его глазах, как он, наоборот, созидает, смотрит на всё, что происходит вокруг, радуется. У него как будто открылись заново глаза, как будто он заново родился, потому что уже он эту сущность, к нему уже это пришла, которая отняла у него столько процентов, его души при родах. То есть он уже от роду не видел другой жизни, которую он сейчас видит. То есть она для него новая, поэтому мне понятны его эти все реакции, что ему нужно к этому новому привыкнуть. И в этом нет ничего плохого. Я продолжаю с ним работать, с медитациями и другими инструментами, чтобы быстрее бы ему помочь привыкнуть к своему новому воплощению, к своей полноценной душе. И большое вам, Влад и Вера, спасибо. Мне просто не хватает слов описать от этого всего чувства, которое сейчас во мне, это чувство радости. И того, что... Я очень рада, что я дошла до этого. Просто я когда занимаюсь духовными практиками, и мой учитель мне рассказывал про эту чистку в его поле, но она говорила, что должен человек до этого дойти, должен наступить момент, когда ты будешь к этому готов и сам духовно дойдёшь до этого всего. И как-то у нас эта тема... Мы продолжали заниматься дыхательными практиками, но как-то эта тема утихла. И тут я вечером, каждый вечер, когда ребёнок засыпает, делаю с ним медитацию. И сделали ему медитацию. И я вот, как говорится, нужно слушать. С тобой Вселенная разговаривает. Нужно просто уметь прислушаться и слышать её. Она тебе подаёт знаки. И вот я наткнулась на видео и поняла, что это знак, что я готова, мой ребёнок готов. Мы готовы к этому. И вот сделали чистку биополя. И просто... Ну, это день и ночь. И я не отступлю. Я буду продолжать духовно развиваться и развивать своего ребёнка, чтобы эта работа, как говорится, принесла бы наимаксимальнейшую пользу, которую она может принести. И я просто советую и призываю родителей быть ответственными за своего ребёнка. Если вам даёт Всевышний и особенного ребёнка, нужно воспринимать это как наказание. Ведь это может быть самая максимальная точка роста. Вы вдвоём можете и помочь ребёнку, и вырастет не только ребёнок, но и вы вырастете. Это... Я очень благодарна за то, что мне Всевышний дал такого ребёнка, и мы с ним прошли на данный момент ребёнку четыре года, и мы прошли очень большой путь. Мы очень много работали, и вот, мне кажется, эта чистка — это вот такой, ну, очень высокий, высокая точка, которая нам реально помогла, потому что я никогда не опускала руки. Я всегда верила в то, что это не наказание, и что не нужно смириться с тем, что, ну, вот мой ребёнок такой, он особенный, и, ну, просто будем жить, ну, как есть, так и есть. Ни в коем случае так не нужно, нужно использовать все варианты. Когда ты развив... Когда мать с ребёнком, у них самая сильная связь, и также самый отец, оба духовно развиваются, они начинают слышать, слышать подсказки от Вселенной, и... И ведь кто лучше знает твоего ребёнка, если не ты, родитель? и поэтому нужно слушать, и ты услышишь ответы, как ты можешь помочь своему ребёнку, и не нужно воспринимать, что только врачи, если это какая-то особенность или болезнь, что здесь только врачи, не только врачи, и ещё и родители, и другие кураторы, и так далее, могут помочь твоему ребёнку. Поэтому я призываю быть всех ответственными и помогать своим деткам, потому что вы это в силах сделать, и просто на всё нужно время, работа, верить в это, и всё обязательно будет хорошо у ваших деток, как в нашем случае. Нам удалось вернуть 32% души моему ребёнку назад, которые ему по праву принадлежат, и теперь он целосен и готов жить свою лучшую жизнь. Влад и Вера, большое вам спасибо за вашу работу ещё раз. Я сколько буду жить, столько буду вас помнить и советовать другим, потому что вы делаете просто чудо, вы делаете людей счастливыми, вы им даёте возможность жить полноценной жизнью и нести добро в этот мир. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.